здравствуйте дорогие друзья меня зовут доля я из саратова в своих роликах я показываю ассортимент магазинов second hand что в них и почем так сказать заходя в секунды наш я обычно я сразу иду к обуви с ней проще всего и быстрее всего разобраться я умею мало что когда меряю вот эти полуботинки черные мне чем-то понравились я не понимаю кожа не кожа но судя по цене 3 800 я понимаю наверно возможно не кожаный хотя я плохо в этом разбираюсь но не стала их мерить хотя мой размер вот такие вот остроносые с ремешком с пряжкой не очень высокий каблук плюс и я люблю черную обувь но мерить их как говорю я не стала понравился вот такой вот плащик кстати не только мне он приглянулся и и вообще продавцы не успевали вывешивать в зал он постоянно висел на стойке рядом с примерочной далее вот такой вот симпатичной расцветки светорог британского бренда размер европейский десятый цену вы видите 1620 в составе половина вискозы присутствует мне он немного тесновато все маловат как-то некомфортно я в нем себя чувствовала вот такая вот макси юбка из вельвета 930 рублей мне она оказалась маловато 3 4 размер прямо очень в обтяжку ой девочки вот этот вискозный шарф я купила я его брала в поездку я ездила в дагестан он такой яркий классный и совершенно не линяет как при стирке представляете очень классный мне он очень нравится померил еще вот такой вот бомбер он в размере с мне маловат больше всего мне понравилась подкладкой яркая стеганая красивая внешняя ткань нейлон стопроцентный подкладка стопроцентный полиэстер и наполнитель тоже синтетический это последний ролик где так много верхней одежды весна уже пришла теперь будем мерить уже летние вещи меряю очень приятную на ощупь вот такой вот светленькую шубу прикрепила информацию про бренд потому что раньше я этот бренд не видела в секундах размер с сделано в италии но она знаете на ощупь была очень приятно я постоянно трогала трогала но была очень чумазы очень грязная а так просто приятная такая прям на более высокий рост наверно но этот шарф я везде его со всеми куртками со всеми со верхней одеждой да кстати вот эту панамку с полиуретаном я купил тоже хотя мне маловатым я ее маме отдала я съездила тоже в дагестан она новая с этикеткой 14 евро вот изначально она стоила эту куртку я тоже купила классная куртка вы не представляете в дагестане прям спасение было с этой панамой с этой двухсторонней курткой а с одной стороны она такая яркая куртка на изнанку она темно темно-темно-синяя очень комфортная прям знаете вот была по погоде я там одета очень классная и мне в ней было сначала подумал что мне маловато но поняла то что комфортно прошла на проверку вот вот такая вот она с обратной стороны так выглядит этикетка пришита в кармане уже на выходе с примерочной увидел вот такое платье но лень была пить раздеваться снимать куртку просто решила вам ее показать вот так вот чисто визуально платье из стопроцентный блестер синяя в хорош как вы видите такого свободного кроя короткая на маленький рост я думаю вот она будет как раз вот такое вот качественное пальто нашла померила с хорошим составом в составе 90 процентов шерсти гнят и 10 процентов кашемира подкладку по подкладке и по этикетке мне кажется еще можно качество вещи определить подкладка брендированная чувствуется что вещь прям вот качественная хорошая но мне велико размер большой а Продолжение следует... 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 Обязательно я что-то меряю и даже иногда что-то покупаю... В этот раз взяла на примерку серые брюки от Massimo Dutti, вот такие вот в 34 европейском размере, и вот такие вот джинсы... Ой, забыла бренд... Ну, сейчас я, по-моему, покажу... Это 38 размер европейский, с высокой посадкой, 1200 стоимость... Они сидят свободненько так довольно-таки... Немного коротковато... Ну, с обувью, в принципе, нормально... То есть, даже если их купить, то и отрезать не надо... Попалась еще одна мне двухсторонняя куртка... Тоже яркая с одной стороны и темно-темно-синяя с другой стороны... Она уже более такая, знаете, на более теплый сезон... Я не скажу, что она зимняя... Ну, такая... Наполнитель у нее такой плотный, синтетический какой-то наполнитель... Ну, я ее не купила... Вот Asis, это, по-моему, английский бренд, размер L... Куртка неплохая, кстати... Мне она понравилась... Я даже думала, может, купить именно для себя... Но не купила... Но неплохая куртка... На мой рост метр пятьдесят три... Вот она вот такая, до середины бедра, кстати... Поэтому ориентируйтесь вот так вот... Ну, я думаю, что ее уже купили, конечно же... Субтитры сделал DimaTorzok И этот джинсовое платье тоже мне маловато... В груди поджимает... А так... Марка Polo бренд... Тоже неплохое такое платье... Но мне оно, к сожалению, маловато... Еще вам покажу вот такое вот привидение... Такое прозрачное кружевное платье... 830 оно стоило... Бренд срезан... Кружево... Я бы не... Я вообще, если честно, не понимаю, хорошее кружево, плохое... Ну... Ну, так оно очень мило выглядело... Взгляд зацепила, взяла в примерочную... Показать вам, кстати... Вот на плече такие разрезы... Такое вот кружевное чудо... Да, еще вот такая вот сумка бархатная... Размер небольшой у сумочки... Есть ремешок... Сумка... Ну, не знаю... Мне понравилась... Очень такая минималистичная... Есть один карман... Застегивается на клепку... Вы знаете... Ну, не знаю... Смотрелась она неплохо... Ну, и напоследок... Вот такой яркий жикет... Ой, жикет... Жилет... Очень яркая ткань... Пряжа натуральная... Состав пряжи... В составе шерсть... Вискоза... И что там еще... Альпака... И самое главное... То, что у этой модели именно яркий цвет... И не смотрится как... Такой, знаете, бабушкиный вариант... Вот и за счет цвета, мне кажется... Теперь я хочу с вами попрощаться... Поблагодарить за то, что смотрите видео... За то, что комментируете... И всего вам доброго! До скорых встреч на моем канале!